Друзья, привет! Hi! Приветствую вас на канале English Galaxy. И мы с вами продолжаем наиважнейший плейлист. Мегапрактика. Английские слова. Первый этап. 211-240. Вы знаете, что вся теория у нас с вами разобрана. Соответственно, на нашем втором канале английский язык по плейлистам. И плейлист называется «Английские слова на практике». Здесь также дополнительные задания, дополнительная практика к каждому уроку. Сейчас найдет обобщающая контрольная работа. И у нас было 210, соответственно, предложение. Идем дальше. 211. Я понимаю, что это плохо. Я понимаю. I understand. Что? That. Это плохо. It's bad. I understand that it's bad. Я знаю это. Я знаю это. I know it. Ты самая красивая девушка в мире. Ты. You. Ты самая красивая. You are the most beautiful girl in the world. Вопрос. У тебя есть какие-либо братья или сестры? У тебя есть. Do you have какие-либо братья или сестры? Или сестры? Или сестры? Или сестры? Или сестры? Также возможен вопрос. Have you got? Have you got any brothers or sisters? Или do you have any brothers or sisters? Какой смысл нашей жизни? Какой смысл нашей жизни? What's смысл? The meaning of life. Значит, почему именно такая конструкция, такие предлоги, артикли? Все мы с вами разбирали в теории. Сейчас идет только проверка ваших знаний. Вопрос. Где мальчики? Где? Where? Мальчики. Where are the boys? Where are the boys? Ты помнишь время, когда ты был ребенком? Ты помнишь время? Do you remember время? The time. Мы с вами говорили про то, что это конкретное время. Ведь уточнение. Когда ты был ребенком? Когда, when ты был, you were ребенком, a child. Do you remember the time when you were a child? Вопрос. У тебя есть дети? У тебя есть дети? Do you have children? Do you have children? Или также, допустимо, have you got children? Он написал это неверно. Он написал это. He wrote it. Неверно. То есть, неправильно. Это incorrectly. Или также, допустимо, wrongly. He wrote it incorrectly. Мы с вами это разбирали даже в нашей теории. Далее. Его уроки были такие интересные. Его уроки, his lessons, были, were, were, такие интересные, so interesting. His lessons were so interesting. Повторяем. I understand that it's bad. I know it. You're the most beautiful girl in the world. Do you have any brothers or sisters? What's the meaning of life? Where are the boys? Do you remember the time when you were a child? Do you have children? He wrote it incorrectly. His lessons were so interesting. Мне с моим другом нравится это. Мне с моим другом. Если дословно, то мой друг и я мы начинаем. Так принято. My friend and I... Мне с моим другом нравится это. Like it. My friend and I like it. Это было так сложно. Это было... It was... Так сложно. It was so difficult. It was so difficult. Он умеет... Очень хорошо плавать. Он умеет... He can... Очень хорошо плавать. Swim... Very well. Именно такой порядок слов. He can swim very well. Вопрос. Ты готов? Are you ready? Are you ready? Вопрос. Кто звонил тебе? Кто? Who? Звонил тебе. Who called you? Видите, здесь не нужен как раз помогательный глагол. И как раз в теории мы с вами говорили, когда после who нужен, нужен вспомогает на глагол. Когда не нужен, здесь постоянно делают ошибки. Who called you? Я хотел бы посетить это место. Я хотел бы... Я хотел бы... I'd like... Посетить... To visit... To visit... Это место... This place. I'd like to visit this place. Next. Я возьму тебя с собой. Я возьму... I'll take... Видите, мы по возможности используем сокращение, потому что на самом деле... Вот у нас так принято, что... Вот как-то учат в основном говорить полно. Но носители языка, понимаете, в основном говорят кратко. Поэтому, я думаю, само собой разумеется, нужно стремиться так говорить, как носители языка. Но, конечно, полная форма тоже допустима. И, например, в письменном английском часто встречается полная форма. Так и так, верно. Мы по умолчанию, по возможности, используем именно краткую форму. I'll take тебя, you, со мной, with me. I'll take you with me. Я всегда пытаюсь делать это. Я всегда... I always пытаюсь, try, делать это, to do it. I always try, to do it. Это общее правило. Это it. Общее правило. It's a general rule. Также, в принципе, допустимо, common. Common тоже общее, распространенное. It's a common rule. Or it's a general rule. Мы обычно слышим. It's a general rule. Он работает там. Имеется в виду вообще. Он работает там. He works there. Второе. My friend and I like it. It was so difficult. He can swim very well. Are you ready? Who called you? I'd like to visit this place. I'll take you with me. I always try to do it. It's a general rule. He works there. Мальчики играют. Имеется в виду в настоящий момент. Мальчики. The boys играют. Are playing. The boys are playing. Я обычно учу английский каждый день. Я обычно, I usually, учу, learn English, также допустимо, study. Мы с вами неоднократно в теории разбирали разницу этих двух глаголов. Learn и study. I usually learn English every day. Ты должен улучшить свой английский. Ты должен. You must. Значит, должен, обычно мы управляем must. You must улучшить, improve, свой английский. Your English. You must improve your English. Вопрос в настоящем времени, который именно сейчас. Что ты делаешь? What? Ты делаешь? What are you doing? Я пошел туда вчера. Я пошел туда. I went there вчера yesterday. Я нашел свои ключи. Я, I, нашел, found, свои ключи, my keys. I found my keys. Мы хотим это. Мы, we, хотим это. Вы знаете, что this мы управляем обычно пересуществительным. Например, we want. Например, мы хотим что-то. Можно сказать это, это книга, this book и так далее. Если просто это, мы по умолчанию используем it. Вы знаете. We want it. Мы все имеем взлеты и падения. Давайте вот такое выражение вспомним. Значит, используем, соответственно, up и down. Как вы скажете, мы все имеем. We all have взлеты и падения. Это выражение ups and downs. Ведь up – это вверх, down – это вниз. Ups and downs, то есть когда у нас что-то вверх идет, то есть хорошо. And down. Когда вниз плохо. We all have ups and downs. Она сделала много ошибок. Она сделала. She made много ошибок. Many mistakes. И также, в принципе, мы говорили или a lot of mistakes, или же lots of mistakes. She made many mistakes. Мы про эти, в принципе, конструкции говорили, сами разбирали. Вопрос. Что он сказал? Что? What? Он сказал. What did he say? What did he say? Итак, повторяем. The boys are playing. I usually learn English every day. You must improve your English. What are you doing? I went there yesterday. I found my keys. We want it. We all have ups and downs. She made many mistakes. What did he say? Значит, друзья мои, отлично видите такая возможность действительно увидеть ваши какие-то недоработки, может быть, слабости. И для этого и создан плейлист, чтобы это навсегда искоренить, друзья мои. Если нужна теория, то она представлена на нашем втором канале «Английский язык по плейлистам». Плейлист называется «Английские слова в примерах». Достаточно уже такой объемный плейлист, но очень фундаментальный, чтобы сложить все основы. Там есть возможность отработать, соответственно, каждую порцию слов. И здесь же у нас обобщающая контрольная работа, также для еще большей эффективности, чтобы все было в разброс. И вы действительно могли говорить свободно, соответственно, быстро, уверенно и без ошибок. Друзья мои, thank you very much.